Однажды лебедь раком щуку туда-сюда таскать собрался. Как лебедь не старался, раком щука не давался. Мораль плохой компания собрался. К чему я это? Про чиновницу Гладских, помните? Так вот, её тут уволить никак не могли. Целый губернатор Свердловской области Куйвышев такую схему замутил, чтобы от принцессы избавиться. Ликвидировал департамент молодёжной политики региона и создал министерство по работе с молодёжью. Охренеть! Не проблема оказывается таких вот гадских, ой, то есть гладских на работу. Принять проблемы от них откреститься. Кино и немцы. Начинаем. А вот это, господа, ну просто анекдот. Директор Федеральной службы национальных войск Росгвардии в смысле золотов подал в суд иск к Навальному о защите чести и достоинства себя любимого. Меня реально эта новость раздраконила, потому что я сам без пяти минут офицер, а вот этот, простите меня, ой, подаёт иск о защите чести. Какой нафиг чести? Вы знаете, я небольшой поклонник Навального, но давайте вернёмся на пару-тройку месяцев назад и вспомним, как тот самый, прости, господи, генерал хорохорился на глазах у всей страны. Да я из тебя отбивную сделаю, да я, да ух, да эгегей. Вы брыжитесь длиной, лаяте, тявкайте на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину, от вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше за следующей штаниной. А всё от чего? Да потому что вам никто никогда, как следует, не давал по заднице. Да так, чтобы вы печёнкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по заде, по адресу. Вот в офицерской среде не принято просто так, прощать это. Испокон веков ещё под лица били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. А сегодня данный офицер вдруг ведёт себя как девушка. Вся спесь куда-то улетучилась. Навальный ведь, кстати, ему ответил, сказал добро, но на дуэль меня вызвали вы, оружие вправе выбирать я. Давайте схлестнёмся в эфире любого из федеральных каналов, даже бог с ним, у меня в Навальный лайф можно. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебата в прямом эфире первого канала, или второго канала, или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, ну то на этом ютуб-канале, где их всё равно посмотрят миллионы людей. Как и предполагает кодекс, я даю вам неделю на размышления. «Недогенерал сидел, помалкивал в тряпочку пару месяцев, а теперь побежал в суд? Господин Золотов, сорвите с себя погоны после такого не мужского и не офицерского поступка. Я имею право такое говорить. Я сам носил погоны, я являюсь почётным курсантом Екатеринбургского Высшего Артиллерийского Ордена Красной Звезды и Красного Знамени командного училища. Никогда и никто из моих знакомых офицеров не пачкал нижнее бельё таким вот образом. Что вы за офицер после этого? Сперва дал слово, а затем забрал его обратно. И уж тем более офицер не побежит жаловаться дяденьке-судье после того, как вызвал человека на дуэль, а потом за**ал в этой дуэли участвовать. Это позор для всей Росгвардии. Это позор для меня, потому что я верил в таких вот генералов. А это реальная журналистика. В семье не без урода. Тема сегодняшней программы. Ну и вернёмся на землю. А знаете ли вы, что обещанную прибавку к пенсии в тысячу рублей получат не все пенсионеры? Понимаю, что некоторые старики уже собрались на Канары. Кто-то в тай Новый год встречать. Нет, ребята, не каждому обломится. В бюджет заложена надбавка в 7%. Это означает, что реальную тысячу получат лишь те пенсионеры, у которых пенсия больше 14-ти тыр, остальные сосите ноги, ну или считайте в эквиваленте, короче, бабушки и дедушки. Кинули вас опять, впрочем, ничего нового. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Будет ли повышен пенсионный возраст? Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации. Мы не планируем, во всяком случае, в ближайшее обозримое время поднимать пенсионный возраст. Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразно повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать. Сегодня нецелесообразно повышать пенсионный возраст, что сделано во всех европейских странах. Можем ли мы готовы к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. И снова здравствуйте. В смысле, в очередной раз предлагаю упомянуть добрым словом Киселевых и Соловьевых, которые висят у вас на шее. Итак, а вы ведь вряд ли в курсе, что Россия занимает первое место в мире по затратам на пропаганду. А знаете ли вы, сколько это стоит лично для вас? В 2018 году бюджет РФ спустил на промывку ваших мозгов около 100 миллиардов рублей. Это только официальная цифра. Сколько это на пальцах? А это бюджеты трех Екатеринбургов, или четырех Новосибирсков, или двенадцати Ставрополей. Вот столько вы, дорогие налогоплательщики, тратите на содержание пропагандистов, которых ненавидите, и которые, к слову, также ненавидят вас, потому что вы для них дерьмо и быдло, помним, да? С Левитаном меня сравниваете. С волочуги эти пикетные. У вас там пару трусливые мрази. Лживые укронацистские трусливые мрази. Вас надо в тюрьму сажать. И надолго. Укронацистской швальпаде? Вы бандеровцы? Вы мрази чьих будете? Можете сколько угодно хвастаться. Да я вообще не смотрю телевизоры, не читаю путинские газеты. Не смотри и не читай, кто ж тебе мешает. Главное, что ты за это платишь. А еще прокремлевские СМИ делают из твоих родных и близких идиотов. Заставляют их ненавидеть тебя, потому что ты не согласен с самодержцем моего партии. Превращают твоих друзей и соседей в злобных животных. Согласитесь, это же здорово. Ладно, попытаюсь опять на пальцах. Вот к тебе сейчас обращаюсь, житель Новосибирска. Ты знаешь, что бюджет твоего города, третьего города по численности населения в стране, всего лишь 30 миллиардов. На эти 30 миллиардов твой город живет целый год. Строят дороги, детские площадки, школы и больницы. Платят зарплату бюджетникам из этих денег 2 миллиона человек. Существует 12 месяцев на те 30 миллиардов. А вот теперь аплодисменты. А знаешь ли ты, что бюджет телеканала Russia Today 39 миллиардов рублей, то есть на треть больше бюджета твоего замечательного мегаполиса? Россия дезинформирует. Информационная агрессия. Они идут против нас и выигрывают. У русской пропаганды есть потенциал. Идет информационная война, и мы ее проигрываем. Кстати, число сотрудников телеканала РТ ни разу, ни 2 миллиона человек, намного меньше. А еще с недавних пор этот канал не транслируется в США. Он не транслируется в Европе после введения санкций. Он не транслируется и в России. За что мы платим 39 миллиардов? За канал, который нигде не показывают? Ах да, он вещает в интернете на американском портале YouTube. Слушайте, так госпожа Симониан самый дорогой блогер на планете получается? 39 ярдов ей государство благословляет ежегодно. Я таких денег даже не видел ни разу. Ладно, предлагаю пойти дальше и создать, например, сеть государственных магазинов, которые не работают. Хотя нет, чушь. Построить заводы и фабрики, которые ничего не производят. Назначить курировать. Все это дело какого-нибудь Чубайса у него получится. Даже представляю себе через год после старта такого проекта. Встречу Чубайса с Путиным. Мы построили 10 заводов. Ничего не произвели, но нам нужно еще полтора триллиона, чтобы проект не забуксовал. Совсем ничего не произвели. Вообще ни хрена. Ну, тогда попрошу Медведева дать вам не полтора триллиона, а два. Такой проект не должен загнуться. Видите, как я вот удачно нажал. А что начали? Как на масляной неделе со стола блины летели. Ну, по порядку. Прямо вот. Видимо, это литература. Именно. Как на масляной неделе со стола блины летели. У нас постоянно что-то со стола летит. Что-то пропадает, что-то воруют. И это, похоже, никогда не закончится. Шутки-прибаутки от главного уже напоминают не смешные, не веселые анекдоты. У меня такое ощущение, что дети вопросы скоро своим мамам начнут задавать. А что такое вообще, блины? Смешно? 99% россиян и так не помнят сегодня вкуса черной икры в ру. Не знают. 50% населения страны не в курсе, что такое икра красная. Продолжать. Зато мы знаем вот это. Бургомистр вольного города. Избираюсь 17 раз подряд пожизненно. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в ютьюбе ссылка на нее сверху. Больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь, подписывайтесь на канал. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними. Мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Как мне подобрать для себя мужчину? Тебе сколько лет? 27. Он просто еще не родился.